Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артём, и сегодня мы поговорим о такой теме, как выбор искателя для телескопа. Друзья, поехали! Телескоп является оптическим прибором, который работает, как правило, на достаточно больших увеличениях. И для того, чтобы на таких кратностях комфортно навестись на интересующий вас объект, необходимо предварительно найти его на звездном небе. Искатель — это вспомогательный инструмент, имеющий кратность заметно ниже, чем кратность основного прибора. При этом оптические оси и телескопа, и искателя должны быть настроены в одну точку, для того, чтобы, найдя в искателе необходимый объект, вы смогли увидеть его и в телескопе. Подавляющее большинство инструментов на современном рынке в том или ином виде уже в базовой комплектации содержит искатель. Однако, зачастую происходит так, что комплектное устройство не совсем подходит под ваши задачи. Какой же искатель подобрать под разные цели, мы и расскажем в сегодняшнем обзоре. Итак, друзья, начнем, пожалуй, с самого простого — искатель с красной точкой. Данное устройство не имеет собственного увеличения и представляет собой небольшую прозрачную пластину, на которую проецируется красная точка. Его истеровка происходит по большому счету точно так же, как и с другими типами искателей. Двигая лазер, испускающий данную точку двумя винтами, один из которых отвечает за перемещение по горизонтальной, а другой — по вертикальной оси, мы делаем так, чтобы точка показывала нам именно то место, которое мы видим в центральной части окуляра телескопа. Его истеровка, как и у других типов искателей, наиболее легка и комфортна в дневное время суток, то есть заранее до ночного наблюдения. Искатель с красной точкой, так же называемый Red Dot, особенно удобен в случаях, когда телескоп работает как обзорный на небольших увеличениях и по достаточно широкому полю зрения. В этом случае отсутствие собственного увеличения только сыграет вам на руку и позволит без труда навестись на нужный объект на достаточно широком небесном пространстве. Следующий тип искателя — оптический, который по сути представляет из себя достаточно простой небольшой монокуляр. Наиболее популярные решения 5х24, 6х30 и 8х50. Первое число говорит нам об увеличении, а второе — о диаметре объектива или апертуры искателя. Конечно же, друзья, в идеале выбирайте искатель с металлическим корпусом и стеклянными линзами, чтобы он выдавал достаточно четкое изображение. Это позволит вам с комфортом и без лишних сложностей легко навестись на интересующий вас объект. Так как оптический искатель обладает собственным увеличением и позволяет навестись на более мелкие объекты, его целесообразно использовать с тем телескопом, который работает в том числе на больших увеличениях. Оптические искатели высокого класса 8х50 и 9х50 имеют множество возможностей для дальнейшего апгрейда. Многие опытные пользователи монтируют в них переходник на диаметр 1,25 дюйма и вставляют туда либо окуляры, либо фильтры, либо даже гидирующие камеры. Также нужно отметить, что оптические искатели представлены в двух вариантах — с прямым выводом оси и с изломом оси. То есть в такой искатель встроено диагональное зеркало, которое позволяет наблюдать вам не напрямую, а под углом 90 градусов относительно расположения объектива искателя. Это решение будет незаменимым для всех пользователей зеркальных телескопов. Ведь, как мы знаем, линзовые и зеркально-линзовые телескопы имеют окулярный узел, расположенный на одной оси с объективом. В то время как зеркальный телескоп имеет окулярный узел, расположенный перпендикулярно к основной оптической оси. Для того, чтобы не бегать от окулярного узла телескопа к окулярному узлу искателя, было бы очень удобно, если бы они имели выход на одну ось. Как раз-таки для этого, друзья, для такого удобства и служит искатель с изломом оси. Ну и третий вариант, друзья, это телескоп-гид, когда вместо небольшого и простого искателя мы устанавливаем вспомогательный телескоп к большому основному. Такое решение, друзья, будет актуальным в нескольких случаях. Когда вы пытаетесь навестись на достаточно тусклые объекты дальнего космоса, например, какие-то совсем не яркие звезды, туманности или галактики, и вам нужно, чтобы и искатель ваш имел также высокую светосилу и показывал, как и основной телескоп эти объекты хотя бы в общих чертах. И второй, друзья, случай, это, конечно же, астрофотографии на высоких апертурах, где без такого телескопа не обойтись. Как правило, друзья, гидирующий телескоп служит объективом для камеры гида, которая, друзья, синхронизируется с автоматической монтировкой и позволяет очень тонко компенсировать вращение Земли и следить за интересующим объектом, благодаря чему можно делать серию снимков на длительных выдержках без смазывания изображения. Для дальнейшего их сложения в специальных программах, например, Риги-Стакс или многих-многих других, и получения высококачественных снимков космических объектов. Телескопы-гиды могут быть как и готовыми решениями от некоторых производителей, так и усовершенствованными небольшими обычными телескопами. Кстати, очень популярной моделью именно для гидирования является телескоп Skywatcher BK804AZ3, а именно сама труба 804. Кстати, обзор на нее также есть на нашем канале, обязательно переходите по ссылкам в углу экрана и в описании, смотрите, я думаю, вам будет интересно. Единственный момент, в случае, если вы используете не специализированный телескоп-гид, а в качестве него используете обычный, вам нужно приобрести или самостоятельно изготовить юстировочные кольца. По большому счету, их можно сделать из обычных прижимных колец, только чуть большего диаметра, чем нужен обычно для этого телескопа, заранее просверлив отверстия и вмонтировать туда юстировочные винты. Напомним, друзья, что настраивать искатели гораздо удобнее в светлое время суток, заранее до ночного наблюдения за небосводом. Для этого достаточно навестись на какой-либо хорошо освещенный отдаленный объект, например, уличный фонарь, и настроить искатель и телескоп на одну данную точку. Если же так получилось, что вы вышли на ночные наблюдения и заранее не отюстировали искатель с телескопом, тут вам поможет небольшой лайфхак. Если на небосводе вам видна луна или яркая звезда или планета, и вы не можете самостоятельно навестись на нее телескопом без искателя, достаточно просто вытащить окуляр из окулярного узла, покрутить немножко телескоп в разные стороны, и как только вы увидели в окулярном узле свечение, значит, вы поймали интересующий вас объект. Вставляйте самый большой по фокусному расстоянию окуляр, настраивайтесь на этот объект более точно, и уже юстируйте по нему ваш искатель. Таким образом, друзья, давайте подведем итог. Искатель с красной точкой или Red Dot является отличным выбором в тех случаях, когда телескоп вы используете для обзорных наблюдений или наблюдений за протяженными объектами на небосводе. Оптический искатель хорошо послужит вам при наблюдении достаточно тусклых объектов космоса, и объектов, которые вы наблюдаете на больших увеличениях. Кроме того, оптический искатель в дальнейшем можно будет доработать и использовать его, например, с гидирующей камерой и другими различными аксессуарами. Телескоп-гид, друзья, нужен для высокоапертурных основных телескопов и для занятия астрофотографией. Здесь, друзья, такое решение будет наилучшим. Однако учтите, что если вы не воспользуетесь готовым решением, вам придется несколько доработать крепежный механизм. Что же, друзья, я надеюсь, вам было интересно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажмите на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. Если у вас остались какие-то вопросы, пожелания по тематикам будущих видео, обязательно оставляйте все это в комментариях. Будем общаться и делиться информацией. Также не забывайте, что в описании под видео вас ждет промокод на скидку на покупку в интернет-магазине Observer MSK. Покупайте оптическую технику с Observer по самым выгодным ценам. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока!